здравствуйте меня зовут заболотная антонина анатольевна я учитель биологии и сегодня мы поговорим о типах взаимоотношений между живыми организмами все живые организмы в природе взаимодействуют между собой и они бывают позитивные негативные или нейтральные сегодня мы разберем позитивные взаимоотношения между живыми организмами взаимоотношение между организмамиotapepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe но симбиоз бывает разный. Давайте разберемся, какой же бывает симбиоз. Когда взаимоотношения приносят пользу обоим организмам, и они не могут жить друг без друга, такие взаимоотношения называются мутуализм. Например, лишайник. Это симбиотический организм, состоящий из нитей грибов и одноклеточных водорослей. Только сожительствуя вместе, эти живые организмы дают такой организм как лишайник, который может жить на камнях, в самых неблагоприятных условиях. Но именно лишайники являются первопроходцами для образования почвы в самых неблагоприятных условиях. Еще один вид взаимоотношений называется протокооперация. Протокооперация – это такие взаимоотношения между двумя видами организмов, когда приносится польза обоим организмам, но в то же время они могут жить друг без друга. Например, рак-отшельник и актиния. Актиния – это ядовитое кишечно-полосное животное, ведущее прикрепленный образ жизни, имеющие такие щупальца, с помощью которых она может обжигать жертву. А рак-отшельник – это рак, который тоже может жить сам по себе. Но иногда рак берет актинию и ставит себе на панцирь. Для чего? Рак-отшельник таким образом защищается от хищников, которые любят его съесть или хотят его съесть. А актиния кушает остатки пищи, которые остаются после рака. Таким образом они помогают друг другу выживать в условиях окружающей среды. И еще есть взаимоотношения, называются коменсализм. Коменсализм – это такие взаимоотношения, которые одному приносят пользу, а другому безразлично. Причем коменсализм выделяет такие, как есть под вид, называется квартиранство. Квартиранство. Ну, например, в норке у суслика, в его подстилке травяной, могут жить отличные насекомые, могут жить жабы, например, или лягушки. Суслику без разницы, живут у него там насекомые или не живут, а для насекомых или для лягушки это среда или место, где можно жить. Кроме квартиранства есть еще такое, называется нахлебничество. Это такие взаимоотношения, когда, например, гиена доедает за львом. Льву тоже без разницы. Гиена никогда не нападет первое. Она ходит около льва и ждет, когда лев наестся, и потом после него подъедает остатки пищи. Таким образом, для льва это безразличные отношения, но для гиены это возможность получить еду. Таким образом, мы с вами разобрали позитивные взаимоотношения между живыми организмами. И если взять знаки припинания плюс, минус или ноль, эти взаимоотношения можно обозначить таким образом. Мутуализм – это взаимовыгодные отношения для обоих видов организмов. Протокооперация – это тоже взаимовыгодные отношения для обоих организмов. А комменсализм можно обозначить плюс ноль. То есть для одного это польза, а другому организму безразлично. Таким образом, мы с вами познакомились с позитивными взаимоотношениями. Позитивные взаимоотношения, взаимовыгодные отношения называются симбиоз. Они подразделяются на такие виды, как мутуализм, когда два живых организма не могут жить друг без друга, принося друг другу пользу. Прото-кооперация – когда два организма в принципе могут жить друг без друга, но когда они вместе, они приносят друг другу пользу. И комменсализм, который подразделяется на квартиранство, на хлебничество, когда одному безразлично, а второму это приносит пользу. На этом наш урок заканчивается. Если у вас возникли вопросы, пишите нам в комментариях. До свидания, до встречи на следующих уроках! Субтитры подогнал «Симон»!